Продолжаем программу. С Украиной лишний раз связываться просто не желает. Украинский язык считают родным 63% опрошенных. А вот дома на родном украинском общаются почему-то только 43% опрошенных. Судя по президенту Украины Зеленскому, должно быть немного несколько в известной степени, но наоборот. Для него родной язык русский, а общаться приходится на украинском. По закону доучить его он не может. Уровень украинского языка, по моему личному мнению, он растет. Но я знаю, что есть ошибки с ударениями, с некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Может и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь. Практика. Больше говорить. Лучше с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова. И говорю человеку, который рядом со мной. Как это? И называешь украинское слово, а я говорю, как по-русски? И называешь украинское слово и переводишь. То есть иногда уже и такие примеры есть. Андрей Дмитриевич, что, простите, за отвратительное лицемерие? Мы знаем прекрасно, с вами на Украине такие по-русски разговаривают. Вот эта вот насильная украинизация, из-за которой уже Донбасс сбежал, вот это зачем все? Вот это вот чушь. К чему? Просто. Ольга, конечно, Донбасс сбежал не из-за этого, мы же с вами понимаем, да? Но замечательно, вот видите, как наш президент Зеленский вот говорит очень искренне, да? А что такое искренность? Это совесть, обращенная вовне. И наоборот. Вот человек, который совестится говорить, в общем-то, с украинцами не на украинском, он, конечно, его выучит. Я человек, который, ну, виноват, я пассивно все эти годы, живя в Киеве, конечно, воспринимаю украинский язык нормально, но говорить я стесняюсь. Может быть, когда-то что-то изменится. Но думаю, что здесь президент сказал главное, и это вот сигнал, который дошел до всех, и до вас тоже. Он говорит, естественно, на украинском, на русском и на английском даже. Невозможно говорить искренне, естественно и честно, когда ты врешь. Зеленский врет, рассуждая на тему того, что украинский на Украине незаменимый абсолютно атрибут общения. Мы же знаем, что это не так. Мы знаем, что эту идеологию исповедуют только радикалы. Фарион, например. Нет, Фарион другой. Зеленский, зачем он подался в эту сторону? Вот только тьмы и всяких истин нам дороже, нас возвышающий, не обман, а вот такая вот искренность президента, понимаете? Очень хорошо готовится. Говорят на русском везде, в Киеве, да? Но государственный язык хочешь вот в депутата, как Спиридон, да? Учи, пожалуйста, украинский. Ты выучил украинский? А я как же. О! Видите, Андрей Дмитриевич, очень простая вещь про лицемерие. Исключительная речь про лицемерие идет. Это же постановочные вещи. Вы же телевизионщик, все знают. Зеленскому, у нас не постановочный, у нас прямой эфир, все естественно, абсолютно. А у него постановочный, там операторы, все отработано. Значит, Зеленскому впервые понадобился украинский язык на Украине. 40 лет. Ну и что? Раз, когда он стал президентом, два. Вы не находите этого страны. Вас бы назначили президента Украины, вы бы точно выучили украинский. Я знаю украинский лучше, чем ваш президент. Я даже не сомневаюсь. Можно? Пожалуйста. Можно два слова буквально? Вы понимаете, я бы зауважал президента Зеленского еще больше, если бы он, проанализировав те последствия, к которым привела эта непродуманная политика, сказал... Не нагнетай спридум. Секунду. Наша ошибка была в том, что мы эволюционный путь украинизации Украины заменили революционным путем. Вот я бы его за это зауважал. Еще раз объясняю. Симоненович, что ли, революционный? Вы правильно сказали. Эволюционный. Вы правильно сказали. Хочешь быть депутатом, изучай язык. Хочешь быть госслужащим, изучай язык. Но это не дает оснований лишать права миллионов людей изучать русский язык. Это раз. Второе. Возможности украинцев, которые владеют и украинским, и русским языком, гораздо шире, чем то, что вы сужаете в рамках украинского языка. И вы это прекрасно понимаете. Вы люди, которые в советское время получили прекрасное образование. И ты знаешь украинский язык. И я знаю, и он знает. Так вы получили возможность изучать два языка, а теперь наших детей вы лишаете этой возможности. Вы считаете, что вы поступаете справедливо? А я считаю, нет. Только в больной голове может родиться идея противопоставлять русский язык украинскому языку. Это большая ошибка той политики, которая проводилась в Украине. Это потому, что в государстве, к сожалению, и новом, при новой власти, противопоставляются не только языки русские и украинские, противопоставляются Россия и Украина по-прежнему. А это в рамках этого. И что было сказано, что национальная украинская идея какая? Какая, как вы думаете? Не быть москалем. Это же невероятно абсолютно. Это кто такое сказал? Это единственное, что вы выдумали для себя. С 14-го года вы это говорите. Вы говорите. Главная стратегия — это объединить народ и идти в нужном направлении. У нас за 30 лет независимости так и не было на государственном уровне национальной идеи и национальной целостности, которой мы могли бы объединить все общество. У нас есть одна национальная ценность. Называется она «Спасибо тебе, Боже, что я не москаль». Она очень сильно скрепляет нас всех. Россияне продолжают манипулировать нами внутри нашей страны. За счет чего люди сталкиваются друг с другом. Они за этим наблюдают со стороны и говорят. Смотрите, они же у себя не могут порядок навести. А вы на нас санкции накладываете. Леонид Иванович, знаете, вот президент, как вы сказали, был искренен. И когда он сказал о том, что я иногда забываю уже слова русские, он тоже, наверное, искренен. Это так бывает, когда человек долго живет. А теперь представьте ребенка, который еще и не знает своего родного языка. Родного. Он для него, например, русский. Например, он москаль. Таких там 40% у вас. Главное, не единая, допустим, нация. Почему он не должен изучать и говорить в детском садике? Почему он не должен говорить на родном языке в школе? Я знаю, что язык действительно оружие. Определенное культурное оружие, которое несется в массы. И через этот язык ты воспринимаешь мировую культуру. Но я знаю и о другом. Вы же не будете это... Вы же в Европу рветесь. Европейская хартия говорит о защите, в том числе языков, для меньшинств национальных. А русский не является меньшинством даже. Он не меньшинством в Украине. Он является нацией, которая, по сути говоря, равноправна украинской. И если даже за 4... Сколько там живет в Финляндии этих самых шведов? В 4, если там меньше процента. Он считается государственным языком. И он принимается как государственным. Вот я только что с Армении вернулся. Не буду тебя трогать. Из Армении. Армяне мне говорят, что за дискриминация. Мы все знаем русский язык. Водительские удостоверения в России нас заставляют переиздавать на русском. Потому что они на армянском изданы. Не лакируйте действительность. Не надо рассказывать сказки. А знаете, почему мы сделали исключение для Киргизии и для Белоруссии? Потому что они, у них язык государственный, русский язык. Русский, а у вас нет. Это хоть, они наши союзники, они наши партнеры, они наши друзья, союзники. Но, увы, у вас их нет. Почему их нет, этого русского языка, как государственного или языка? Вопрос. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...